В 1993 году на супертурнире в Ленаресе встретились будущий 15-й чемпион мира Виши Анант и Евгений Бореев. Индийский гроссмейстер в молодые годы начинал партию исключительно ходом королевской пешки, Бореев чаще всего отвечал французской защитой. Белый захватывает центр, черный нападает на пешку Е4, Анант защищается, конем черный усиливает нажим, Виши с темпом захватывает пространство и после отступления применяет вариант стеница. Евгений подрывает базу пешечной цепи, на ответ на иконе в 3 планирует набросить пехоту на ферзевом флонге. Ананда это совершенно не смущает и он просто завершает развитие. Ну что ж, подумал Бореев, сказал А, нужно говорить и Б. Виши Анант определяет позицию для ферзя, в дальнейшем его можно перевести на поле F2, для оказания давления на черные поля в позиции неприятеля, либо подключить к атаке на королевском флонге. Евгений готовит рокировку, Виши завершает развитие, ну и самым логичным, учитывая предыдущие ходы черных, был тычок C4, сбивая слона с активной позиции и получая определенную контр-игру на ферзевом флонге. В нашем же поединке Бореев ограничивает белопольного слона противника ходом G6, но при этом усугубляя слабость черных полей в собственной позиции. Индийский гроссмистер прячет короля в убежище, Бореев фенкетирует белопольника, Виши убирает коня на поле D1 для того, чтобы укрепить центр, а коня можно перебросить на королевский фланг в атаку. Учитывая это, Евгений Эльгизовит сразу меняется в центре, активизирует лошадь, а она отыграет жестко в кость, сбивая единственную активную фигуру противника. Размен на поле D3 в данной ситуации является стратегически невыгодным для черных, поскольку все слабости в лагере белых будут прикрыты, а вот черные поля в стане противника белыми фигурами прошиты. Что показала еще старая партия Стенет Зельман, сыгранная в 1885 году. Учитывая это, в партии Евгений Бореев убирает коня на А4 с целью перевести его на слабое поле C4. Виши в любом случае устанавливает пешку на поле C3, черный завершает маневр коня, а над убирает своего хаботастого друга из-под вилки. Бореев нажимает по линии C, белый планирует подорвать ферзевый фланг и создать сопернику слабость либо на поле B5, либо на поле A6. После прыжка коня королева убегает на поле Е2, черный завершает развитие, а надзрывает ферзевый фланг. Черный меняется в центре и пытается уплотниться ходом слонца 6, но используя свой перевес в развитии, Виши вскрывает линию А, затем меняет ладьи и истребляет единственную активную фигуру противника. Попытка открыть диагональ своему тупому французскому слону натолкнется на ход слон Е4. В случае короткой рокировки, белый захватывает открытую линию и после размена на поле Е4 получает стратегически выигранную позицию. Вот что по этому поводу пишет сам Виши Анант. Это может показаться чересчур категоричной оценкой, но я не вижу никаких шансов за черных. Хотя с точки зрения структуры у них хороший слон. На самом деле у этого слона вовсе нет полей. Белые могут вторгнуться по оленей А, и черные вскоре проиграют пешке Б5 и С4. Это необычный случай, но здесь плохой слон белых лучше, чем хороший слон черных, который жестко ограничен пешечной цепью белых. Учитывая это, в нашей встрече Евгений забирает коня другой пешкой, избавляясь от слабости на поле Б5. Но вот после отступления и ответного слон С6, у белых преимущество как в миттельшпиле из-за возможности оттоке на королевском фланге по слабым черным полям, так и в эндшпиле за счет защищенной проходной. Тем временем Виши играет ферзь Е3, Барьев делает рокировку для того, чтобы ввести в игру ладью, но коварный Аннет подготовил на это сокрушительный удар. Таким образом, индийский гроссмейстер указывает противнику на ошибки молодости, после взятия пробивает слоном жертву и фигуру, брать правда которую нельзя, из-за шаха с поля Ж3 с последующим двойным ударом. И в результате черные несут крупные материальные потери. Так что в партии Евгений Ольгизович убирает ферзя на поле Д8, Аннет отступает слоном с целью прорваться ходом Е6. Черный нападает на сильнейшую фигуру врага, ферзь уходит на поле Е2, монарх отправляет пешку на переговоры со слоном, но вместо разговора пехотинец получает в черепандре пролом. Здесь уже Бареев принимает жертву фигуры, угрожает не только тычок Е6, но и подключение ладик атаки. Евгений пытается защититься ходом Ф5, но партию завершает блестящий блокирующий ход ладья Ф6. Угрожает мат в два хода, в случае взятия на поле Ф6, белый прорабивает пехотинцем и нет защиты от мата. Но в том случае, если слоник убегает на поле Д2, то белый прорывается ходом Е6, угрожая шахом с последующим матом на поле Х8. Например, на ФЕ белый идут шаг к королю, при взятии матуют ферзем, при отступлении матуют тот же ферзем, но только на поле Х7. Ну и учитывая эти несложные варианты, на 31 ходу Евгений Бареев сдался. Потрясающая партия молодого Ананда, с позиционным зажимом в начале и комбинационной бурей в финале. Напишите в комментариях, какую партию вы бы хотели увидеть на данном канале и почему. Ставьте лайки, делитесь роликом в социальных сетях и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok